так итак дорогие друзья всем привет а чего не не сдвигается live всем привет как-то он очень странно себя ведет телефон мы он не переворачивается все не хочет он так значит друзья все в может эту штучку перестать хорошо значит мы все собираемся сейчас нас почему-то нету никого не правильно сделано вроде правильно значит туда и так все магда манола туда подключился все в эту группу шалом якоб шатадин шалом просто я буду сегодня вертикальные то есть было горизонтально чем это связано непонятно но будут хоть какие-то изменения у нас обновление такое о все дорогие друзья значит мы начинаем 61 урок у просто уже такая такое количество уроков просто удивительно да такая постоянство 61 урок класс собрух а то а до иной элэйну мэлэхавлэм шакуня бедро лилия берман все у нас есть постоянные наши уже ученики виртуального быть мидраша ваикра ваикра его звал то есть его звал бог к нам и значит эта книга ваикра да вот бог взывает прямо он зовет теперь надо только услышать и мы изучаем сейчас мишли притчи царя соломона 9 глава 10 отрывок и говорит нам царь соломон что тхилат хохма начало божественной мудрости что это и рад ашем страх перед богом дат в дат душим бина и познание познание святых бина бина это сообразительность сообразительность логика значит что имеется ввиду имеется ввиду следующее что божественная мудрость она она как бы понятная вот это добро это зло это хорошо это нехорошо это заповеди это рай это ангелы это вечная жизнь это воскрешение из мертвых а что для этого надо ну для этого надо отказаться от каких-то своих желаний то что ты хочешь не делать а тоже не хочешь делать ну нет нет а можно все все как бы получить но чтобы делать все что я хочу не так нельзя а кто доказал божественную мудрость а ее никто не доказал в том-то все дело вот так все устроено что божественная мудрость она же от бога а бога нельзя постигнуть и он нам ее дал, а доказать ее, а как ее доказать? То есть, ну как ее доказать? Это Бог нам сообщил через пророков и так далее. И получается, получается, смотрите, как интересно, что для того, чтобы удержать вот эту вот божественную мудрость как управляющую модель, нужно только Ира Аташем, страх перед Богом, страх перед Богом, и тогда человек, он сомневается, любой человек сомневается, это вера, то есть любой человек, даже верующий, он, в принципе, сомневается, но он, когда у меня есть сомнения, страх меня заставляет на всякий случай сделать то, что нужно, ну то, что нужно, а вдруг? То есть, поэтому основа божественной мудрости, то есть, то, что ее держит, то та основа, как штифт такой, да, на который коронка цепляется, это, это что? Страх перед Богом. Я вчера интересную прочитал такую вещь, в Талмуде, в трактате Брахот, написано так, 33 лист, 33 лист, написано так, что тот, у кого нету Миши Энлу ДА, Асурли Рахем Аллаф, тот, у кого нету знания, запрещено проявлять на него жалость, так одно из объяснений такое, Бог делает человеку страдания, чтобы пробудить человека к раскаянию, к чуве, то есть, специально Бог делает страдания, чтобы человек в момент этих страданий проснулся и Богу сказал, ой, спаси меня, пожалуйста, не хочу страдать, только меня спаси, и Бог его спасает, и таким образом человек, он соединяется с Богом, начинает соблюдать заповеди, получает в вечную жизнь награду, то есть, у Бога нет другого способа заставить человека соблюдать, кроме как давать ему страдания. Теперь у кого-то есть страдания, я к нему покажу, говорю, да фигня это случайно, там все, начинай его жалеть, вот это мнение говорит, что нет, нельзя так, нужно ему сказать, ты понимаешь, что это Бог тебе посылает страдания, чтобы тебе, ну, показать, что ты делаешь что-то неправильно, если он это не признает, мне запрещено к нему проявлять милосердие, потому что получается, что я делаю против Бога, Бог ему специально послал страдания, чтобы его пробудить, а я сейчас беру ему, говорю, ладно, это не Бог, фигня, просто мне тебя жалко, все пройдет, это первое объяснение, а второе объяснение, тот, у кого нету, да, понимания, запрещено на него проявлять милосердие, имеется в виду, что если человек не понимает, что это ему вредно, вот он ко мне подходит и просит, говорит, дай мне деньги на водку, или там на наркотики, и мне его жалко, я, написано Асура ему, это не милосердие, то есть это ему наоборот, это ему помочь, ему там идти в неправильном направлении, то есть милосердие, это когда ты проявляешь милосердие к людям, которые понимают, ну, что происходит, и ты как бы им помогаешь, и все такое. Значит, смотрите, поэтому нам сообщается еще раз правило Аксиома, начало божественной мудрости, страх перед Богом, то есть с этого все начинается, выдад к душим бина, теперь выдад к душим, когда есть, смотрите, Бога называют наивритель, кадош, отделенный, то есть он переводят на русский святой, святой это не будничный святой, это не материальный святой, это не животный святой, это отделенный в духовность, да, это святой называется. И вот эта вот святость, она строится биной, она строится логикой, то есть ты получаешь Аксиомы, получил ты Аксиомы, узнаешь, да, это можно, это нельзя, это правильно, это неправильно, Тору надо учить, фильмы ужасов не надо смотреть. То есть ты узнаешь эти правила, которые Тора тебе сообщает. Эти правила, еще раз повторю, это не то, чтобы логикой можно их выдумать. Это правила, которые аксиомы. Теперь святой, это когда ты отделяешь себя от будничного, от материального, и ты переходишь полностью на вот эту вот духовную плоскость. Теперь, как это сделать? Это можно сделать только когда ты получил аксиомы, и ты начинаешь этими аксиомами строить себя. Бина – это как строительство, да? То есть ты понимаешь, начинаешь обдумывать. Вот есть такая книга «Миссила Тишарим. Путь праведных». Там написано, что Тора приводит к осторожности. Осторожность приводит к расторопности. Там расторопность приводит к чистоте. То есть что это имеется в виду? Человек вначале должен из Торы узнать, что такое хорошо, что такое плохо. Потом он должен быть осторожен, должен рассматривать свои действия, рассуждать. Так, вот это вот, там, кофе вообще мне хорошо или нехорошо? Хорошо или нехорошо? Что Тора по этому поводу говорит? Тора говорит, что если благосостояние сказал, можно. То есть это кошерное благосостояние сказал, можно, а официально здоровье не вредит. Ну там, это не яд, да? Есть, которые говорят, вредит, есть, которые говорят, помогает. Можно. Теперь, а святой человек что бы сделал? Святой человек бы подумал. Хорошо, но если есть статьи, которые говорят, что вредит, и есть заповедь от Бога, очень охраняйте ваши души, да, очень бередите себя, то я все-таки подумаю над мнением тех, которые говорят, что это вредно. И второе, я же его хочу, кофе, то есть я его люблю. А это значит мое вожделение. Это никакой не духовная любовь к кофе. Да, что за кофе вообще, да, это же не духовная любовь. Это любовь к материальным удовольствиям. Так вот, святой человек, он бы себя так выстроил, написано к душим Тию в Торе, святы будьте, как свят Бог всесильный ваш. Это отделяйте себя от разрешенного. То есть, святой человек, он себя отделяет от даже вещей разрешенных, но материальных. И он идет по ступеням святости, поднимается, 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 стал святой. Понятно, да? Дальше. Дальше идет бонусы. Одиннадцатый отрывок, идут бонусы. Бонусы такие. Теби ирбу ямейха, потому что во мне увеличатся твои дни. То есть, когда человек становится святой такой, легкий, он на связи с Богом, он, как бы он понимает, во-первых, он становится как еврей в пустыне, которые питались маном. Он перестает думать о завтрашнем дне. Он понимает, что если Бог ему захочет дать деньги, он ему даст. Если не захочет дать, он ему не даст. И как бы он ни старался, как бы он ни пытался себя предохранить, у меня есть множество знакомых, которые были очень богатые и стали очень бедными. У них нет денег вообще. У них было столько денег, что просто, ну, нереальное количество. Нет вообще сейчас, не просто нет, а нет вообще. И есть знакомые, которые были очень бедные и стали очень богатыми. И они для этого не сделали практически никаких сильных усилий. Прет, вот сели на лифт и поперло. И дальше, как в Мишле мы будем дальше учить, что богатые и бедные встретились, всех делает Бог. То есть это как колесо такое. Есть история, интересная история, был такой Высоцкий, Чай Высоцкий, история семьи. Чай Высоцкий, он учился в Яшиве у раби Строля Салантера. Он учился, нет, не у раби Строля Салантера, он учился в Яшиве Воложен. Потом он ушел из Яшивы Воложен, или он учился у раби Строля Салантера, надо уточнить, у Салантера, да. Значит, потом он решил заняться бизнесом. Занялся бизнесом, вначале чуть-чуть там был купцом, потом он, значит, начал торговать чаем. И буквально через несколько лет у него 30% торговли чаем России. Он миллиардер, он, ну, как говорили в России, что чай Высоцкий, сахар Бродский, а вся Россия потом Троцкий. И вот, значит, Высоцкий у него было 30% чая России, миллиардер там, ну, просто он был богаче некуда. Потом его же сыновья, его же сыновья уже стали нерелигиозными, начали поддерживать революционные всякие движения. Раскачали все. Потом пришли большевики, коммунисты, все отобрали, все экспроприировали, забрали там, кого убили, кого не убили. Ну, в общем, все забрали. Они успели убежать в Европу, все эти какие-то деньги сохранили. И в Европе опять развернули чайную торговлю. Пришли нацисты, и все забрали, всех убили. А единственные были Высоцкие, вот статью, да, нашли про Высоцкого, можно будет, да, ссылочку стянуть в группу, вот сюда можно прямо ссылочку, потом прочитать его историю. Единственная веточка, да, было несколько Высоцких, которые уехали в Израиль, и единственные из этой семьи сохранились те, кто уехали в Израиль. И сейчас в Израиле 70% чая, это чай Высоцкий, который продается. То есть, вот так, мы не знаем, что дальше будет, но Тора... В Воложинской и Шиви, ну так... В Воложинской и Шиви, ну, можно ссылочку будет бросить в эту группу, да, в Айгру. Значит, если ты... Тиби, Ярбуя Мейха, во мне одиннадцатый отрывок, Торой умножатся твои дни, то есть у тебя будет в твоих днях много силы, потому что Тора, она делает тебя рассудительным, осторожным, умным, работящим. Ну, то есть, умножатся твои дни, в Иосифу Лакаш, Нот Каим, и добавит тебе годы жизни. Слава Богу, мы сделали вот позавчера хупу моим родителям, да, 86 лет папе, 80 маме, и вот мы сделали им хупу в этом возрасте, они 60 лет почти вместе, 59 лет. Но именно, да, хупа была у них только сейчас, и папа религиозный, каждый день одевает фелин, 72 года сделал обрезание, все его друзья умерли. Можно сказать совпадение, а я говорю, нет, я говорю, это одиннадцатый отрывок девятой главы, в Тора, прямо обещание от Бога, через слома Меллаха, что Торой умножатся твои дни и добавят тебя годы жизни. То есть, я уверен, что именно Тора, когда он стал религиозным, он бросил курить, в 72 года он сделал обрезание и бросил курить. То есть, произошла с ним трансформация такая, да, и значит, я уверен, что годы жизни ему добавила именно Тора, то есть, у меня нет никаких сомнений. Двенадцатый отрывок. Им хахамта, хахамта. Если ты приобрел вот эту хахму, божественную мудрость, так это уже хахамта, это ты уже приобрел мудрость настоящую, которая с тобой и останется, с тобой она и останется навечно. То есть, это ты приобретаешь то знание, которое прикрепляет тебя к Богу, который вечный Бог, вечная Тора, и ты, который изучает эту Тору, переходишь в, как знаете, этот был фильм «Горец». Ты становишься горцем, да, только не горцем, а торцем, да, ты кто? Я торец, знаешь, вечно, то есть, ты переходишь в, спасибо, ты переходишь в вечную жизнь. Есть горец, есть торец, да, им хахамта, хахамта лах, это ты для себя эту хахму приобретаешь. Вещи ты приобретаешь для кого-то, да, то есть, ты приобрел какую-то красивую вещь, для чего? Чтобы на тебя кто-то посмотрел, но потом ты ее снял, и что? Ты остался такой же, какой ты был. Тора, она всегда с тобой, она тебя ведет, она определяет твои решения, твои действия, понятно, да? Им хахамта, хахамта лах, вы ладста, левадхотиса. А если ты используешь лейценут, насмешничество и так далее, тогда ты сам останешься, будешь сам ты нести свое насмешничество. То есть, стора, она дает тебе во немца Хенвеса Хритов, Бейнейло Тимва Адам. То есть, ты находишь приятность и хороший интеллект в глазах Бога и людей. А насмешничество, то ты остаешься сам, ты над тем насмехаешься, над тем насмехаешься, над тем насмехаешься, остался сам. Тринадцатый отрывок. Эшет ксилут омия, заступит вумен, бастлась и баут. Что такое бастлась и баут? Эшет, значит, женщина глупая, ну, грешница вот такая, да? Омия, омия это как слово омон, сейчас. Омия. Какой это отрывок? Это тринадцатый отрывок. Омия, девятая глава, девятая глава, тринадцатый отрывок. Глупость женщины безрассудная, шумливая, ничего не знающая. Омия, а, омия это шумит, шумит, точно. Женщина, женщина глупая, вот эта грешница, да? Шумит она, шумная. Птиют убаль яда ма. И she is simple and knows nothing. Она наивная и не знает ничего. Значит, дальше идет, опять же, переводит шлома мылах нас, что нас может увести от Тора. От Тора нас может увести только женщина глупая и грешная. То есть, это как бы, вообще Тору обязаны изучать мужчины. Женщины не обязаны изучать Тору. То, что женщины изучают Тору, это они делают, но они не обязаны. Да, они обязаны знать те митсвот, которые должны выполнять женщины, но именно изучать Тору на них этой заповеди нет. Теперь, значит, мужчины обязаны изучать Тору. То есть, мужчина обязан просто, у него есть, он в армии, мужчины военно обязаны. То есть, у него есть, он должен встать, в первые три часа дня прочитаешь Маэстроэль, одет филин, три раза в день помолиться. Ну, то есть, он такой, и учи Тору, он тоже обязан. Теперь, что мужчина может отвести от Торы? Это женщина. Женщина, теперь, есть, мы знаем, есть ПТ, ПТ это наивный, это человек, который не знает, как оно работает, не знает Тору. И есть Ксиль, Ксиль это тот, кто знает Тору, знает, как оно работает, но он не может справиться со своими вожделениями. Теперь есть женщина, которая, вот эта шумная, не может справиться с вожделениями. И есть женщина глупая, которая не знает ничего. И она может мужчину своего увести от Торы. Четырнадцатый отрывок. И она взывает к тем, кто проходит мимо, и она может соблазнить тех, которые праздногуляющие, которые хотят выпрямить свои дороги. То есть, что значит праздногуляющие, которые хотят выпрямить свои дороги? И люди, люди по жизни идут, бывают люди, которые они такие целеустремленные, они как такие, и идут к какой-то цели. И таких людей сбить достаточно сложно, потому что они целеустремленные, они целенаправленные, они замотивированные, то есть их сбить сложно. Но таких людей мало. Их мало, их, я думаю, может 2%, 3% максимум. Большинство людей, они праздно гуляют по свету и ждут, что же им делать. Что же нам делать-то, спрашивают люди, гуляя по свету. Потому что их, я считаю, что это их запрограммировали в детстве на то, что им будут всю жизнь говорить, что им делать. То есть, берут детей и их обучают. Мы тебе скажем, что делать, когда кушать, когда спать, когда вставать, куда учиться идти, что учиться, кого слушаться, кого не слушаться, что правильно, что неправильно. То есть, людей программируют с детства на то, чтобы они шли на внешнем приводе. А потом человек выходит в жизнь, и он, например, он уже может додуматься, что слушать других не надо. Но, а кого слушать-то, непонятно. И большинство людей ищут, ищут, за кого зацепиться, кто будет лидером. И вот они, значит, есть лидеры, которые, ну, такие, там, глава государства, да. Вот, мы за него проголосуем. Потом, нет, это не лидер вообще, нафиг. Потом, вот, кто у нас лидер, там, писатель какой-нибудь, да, какой-нибудь писатель, какой-нибудь там, артист, певец какой-нибудь, там, я не знаю. То есть, люди все время ищут каких-то лидеров, за кого зацепиться. И, значит, вот таких людей может легко сбить вот эта вот женщина глупая, женщина развратная, потому что, как бы, вот этот инстинкт размножения, он человека ведет по жизни, и, как мужчины, перестают думать, когда видят женщину. Я шучу. Это те, которые не учат Тору. Шестнадцатый отрывок. Хотя, те, кто учат Тору, тоже. Раби Атива была известная история, когда Раби Атива уже был в возрасте, но он, он, значит, как-то его Ецарара так зацепил, что он за женщиной полез на пальму. Я сам ее не учил, но где-то слышал эту историю. А есть известная история, как Абая. Абая тоже один из мудрецов Талмуда. Он был на постоялом дворе и увидел, что мужчина и женщина познакомились. И, значит, он ее спрашивает, ты в какую сторону идешь? Она говорит, я там в Вавилон. Он, ой, я в ту сторону. Пошли вместе, пошли. А Абай, он же святой человек. И он думает, надо их остановить от преступления. Буду сейчас за ними следить. И если они начнут, значит, отношения, я их остановлю. Значит, и он за ними идет, 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 идет. Прячется, прячется, прячется там. Потом, значит, они дошли до какого-то перекрестка. Мужчина этот, я говорю, женщине. Ну, все, значит, пока, пока. Попрощались. И Абай сел, заплакал, говорит, если бы я был на его месте, я бы не удержался. И там вывод из этого, что Коль Агадоль Мехаверо, каждый, кто больше, чем его товарищ в духовном уровне, Ецерара, то, что его соблазняет, Ецерара, это злое начало в человеке. Оно еще больше, чем он. То есть оно еще сильнее. То есть каждый раз человек находится в состоянии постоянной борьбы, линия фронта. И чем ты выше поднимаешься в духовном уровне, тем больше на тебя наваливается соблазн, и тем тяжелее тебе удержаться. Значит, о, мы уже 22 минуты изучаем. Все, значит, мы на этом останавливаемся и делаем вывод. Какой вывод можно сделать? Значит, первый вывод мы делаем такой. Я делаю такой вывод, что Тора, чтобы она удержалась на тебе, нужен страх обязательно. Но когда у тебя есть страх, тут же есть плюс удовольствия, которое она дает. То есть тебе нужно зацепиться за Тору через страх, а потом, когда ты за нее зацепился, ты уже получаешь удовольствие. Но потом, если ты бросаешь опять, то тебе нужно опять к ней идти только через страх, а потом опять она тебе дает удовольствие. Дальше, что тебя сбить с нее может, так как равновесие должно сохраняться? Какого-то такого же уровня удовольствия в виде женщины, которая тебя... Ну, там, женщина это в кавычках, но это есть какое-то удовольствие уровня Торы, ну, уровня удовольствия, которое ты уже получаешь от Торы, которое тебя будет сбивать. И опять же, ты можешь удержаться здесь только страхом. Дальше... И дальше, что когда ты слоняешься без дела, в этот момент тебя очень легко сбить. Это моих три вывода. Какие у вас три вывода? Напишите, пожалуйста, свои три вывода. Поделитесь своими выводами с друзьями, знакомыми. Надо распространять свет Торы. Расскажите несколько раз эти три вывода. Напишите эти три вывода. Потому что мозг надо именно программировать. И чем больше вы будете заняты Торой, тем меньше вы сделаете преступлений, ошибок в своей жизни. Поэтому заполняйте свою жизнь Торой, святостью, добрыми делами. На трех вещах стоит мир. На Торе, на служении Богу молитва и на добрых делах. Все. Всем прекрасного дня. Удачи, успехов. До завтра.